Старая Рязань – уникальный археологический памятник, пусть и с неохотой, но все же приоткрывает тайны своей истории. Исследование этого места началось еще в 19 веке, но последние 23 года раскопки здесь проводятся каждый год, без перерыва. Напомним, что за все время изучения Старой Рязани на ее территории было найдено 17 кладов. Однако целью археологов является не поиск спрятанных некогда ценностей, а восстановление уклада жизни наших предков, а в этом им помогают самые разнообразные находки. Так, в этом сезоне учеными найден довольно интересный комплекс бытового инвентаря 12-13 веков. Топор, серп, пешня для колки льда, два ножа, долото, два точильных камня и три пряжки. То есть совершенно непонятно, как эти вещи оказались в одном комплексе. Это такая пока еще загадка, но комплекс очень интересный и можно назвать его даже кладом, потому что они были сложены все вместе и, возможно, спрятаны. Но, конечно же, он не сравнится с теми кладами, которые ювелирных украшений, и вряд ли мы будем давать этому комплексу очередной номер 18. Этот комплекс был найден неподалеку от раскопа на северном городище, а сам раскоп, в части которого были найдены остатки оборонительных сооружений, поможет археологам понять и реконструировать процесс и этапы их возведения. Здесь вот пока это плохо видно, на этом участке мы еще до дна не докопали, но на соседних участках очень хорошо прослеживалась сама конструкция стен, прослеживалась конструкция насыпи, которые снаружи были присыпаны эти стены, берма, ступенька в этой насыпи, которая обеспечивала дополнительные трудности для нападающих. И даже если нам возьмем, например, угол отсыпки этих стен и сравним его с теми нормами и стандартами, которые существуют сейчас при сооружении насыпи, строительными нормами, они совпадают один в один. То есть инженеры очень четко понимали все те физические свойства грунта, которые не меняются, но они это очень хорошо знали. Опытным путем они добивались того же, чего сейчас инженеры добиваются при помощи высоких технологий. Во второй же части роскопа продолжаются исследования остатка жилых построек и кладбища конца 12-го, начала 13-го века. Именно на этом кладбище был найден знаменитый клад ювелира. А в этом сезоне в ходе исследования древних останков был обнаружен неистлевший фрагмент ткани и пуговица. Какие еще тайны скрывает не только земля древнего города, но и воды реки в районе Старой Рязани, предстоит выяснить ученым из Москвы. Как все знают, что Старая Рязань была большим городом по меркам Средневековья. И здесь была большая чечная торговля, как мы предполагаем и как пишут летописи. Поэтому после того, как она стала развиваться, мы предполагаем, что большое количество товаров приходилось сюда по реке. Здесь должны были быть и пристани, и какие-то хранилища, типа баров. А также, скорее всего, мы рассчитываем, что найдем остатки древнерусских судов, речных лодий. Поэтому мы сейчас приехали с гидролокатором бокового обзора, прибор, который позволяет видеть все объекты, находящиеся на дне реки. Если на дне обнаружатся объекты, которые будут отвечать интересам ученых, то зимой, когда встанет лед и вода сделается прозрачной, они вернутся сюда для более развернутых исследований. Ну а сегодня продолжаются работы на суше, в которых археологам помогают волонтеры. Кстати, приезжают они сюда со всего мира, что еще раз доказывает уникальность этого памятника архитектуры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!